Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Компания, которая возит очень качественные БУ-запчасти из Европы. Так что заходите на наш сайт, выбирайте нужную вам запчасть, получайте честную гарантию и быструю доставку. Прямо сейчас мы разберем мотор, о котором знают все владельцы Golf и соплатформенных тачек. Итак, встречаем 1.6 BCB. Двигатель 1.6 BCB относится к младшему семейству двигателей EA111, который ведет свою родословную аж с 1970-х годов. Тогда бюджетные двигатели именовались индексом EA801. С той поры и до середины 2000-х годов сохранилось несколько характеристик. Это чугунный блок, межцилиндровое расстояние 81-82 миллиметра и ременной привод ГРМ. Кроме того, обратим ваше внимание, что эти двигатели устанавливались под капотное пространство поперечно под небольшим наклоном вперед, в то время как более старшие семейства EA113 с объемом 1.6 устанавливались под капотом под наклоном назад. Если говорить о 16-ти клапанных версиях, то они появились в 1998 году и дебютировали на полу GTI и лупу GTI. Развивались, соответственно, 120 лошадиных сил и 125 лошадиных сил. В 1999 году из него сделали упрощенную версию, которая развивалась 105 лошадиных сил и устанавливалась на многих моделях VAG. Также добавим, что на основе этого двигателя был создан первый прямо впрысковый вариант с индексом BAD мощностью 110 лошадиных сил, который появился в мае 2001 года. Устанавливался он на Golf, Audi, A2 и Boro. Ну и прямо сейчас мы разберем двигатель 1.6 BCB, известный как 1.6 MPI, снятый с Volkswagen Golf 4 2003 года с пробегом 300 тысяч километров. Механическая конструкция ранних ременных двигателей EA111 весьма проста и надежна, но он оборудован двумя лампдозонтами, клапанами EGR, обучен работать на бедной смеси при средних нагрузках. К тому же здесь достаточно мудреный привод ГРМ. Степень сжатия здесь высокая, 11.5 к 1, поэтому эти двигатели рассчитаны на работу на 98-м бензине. Они очень не любят наличие большого количества присадок в топливе. Все эти мелочи доставляют хлопоты владельцам. В выхлопной системе H2 лампдозонда, которые выходят из строя примерно при 50 тысяч километров из-за некачественного бензина. При выходе их из строя появляются соответствующие ошибки и повышенный расход топлива. Лямпдозонты недешевые 150-200 долларов, хотя в редких случаях их неисправность может быть из-за обрыва проводки. Ну а вообще самая распространенная проблема вот этих 16-клапанных двигателей – это плавающие колостые обороты либо троения на холодную или на горячую. Причин может быть несколько. От загрязненной дроссельной заслонки подклинившего клапана EGR, подсосов воздуха до неисправности датчика абсолютного давления, неисправности катушек и неисправности форсунок. Ну а теперь понеслась. Начинаем нашу разборочку. Дроссель электронный, снимается и устанавливается довольно просто. Иногда нуждается в чистке и после установки он нуждается в адаптации. Иначе если его не адаптировать, то двигатель будет троить еще хуже, чем до чистки. Двигатели 1.6 оборудованы клапаном EGR. Клапан EGR по вот этой трубке отправляет рециркулирующие газы во впуск после дроссельной заслонки. При подклинивании клапана EGR двигатель работает нестабильно. То есть при отпускании педалей газа обороты сбрасываются медленно и неуверенно. При отключении фишки эти симптомы пропадают. Его надо снимать, чистить и адаптировать. Иначе он будет работать со сбоями. Чистить лучше всего с ультразвуком. Еще одно популярное решение это отшив и демонтаж клапана EGR. На ГБЦ установлен вот такой пластиковый паук. Здесь присутствует термостат. Термостат очень хлипкий и он иногда просто разваливается. Из-за этого двигатель перестает нормально прогреваться. Кроме того, возможно стечь антифриза через эту прокладку. Здесь просто можно поменять прокладку и поставить паук обратно. Датчик температуры охлаждающей жидкости нередко выходит из строя. Если его неисправность связана с некорректными показаниями температуры, то система диагностики оповестит об этом и загорится чек-энжин. В ряде случаев датчик температуры охлаждающей жидкости может подавать блоку управления неверные данные о температуре двигателя. В таком случае двигатель очень неуверенно заводится. Датчик нужно менять и при его замене, если у вас ловкие руки, то можно обойтись без большой утечки антифриза. Как видите, на ранних двигателях EA111 маслоотделитель установлен прямо на блоке. Его стоит чистить раз в несколько лет и проверять состояние. вот этой мембраны. В регионах с сильными морозами не стоит пребегать прогревом двигателя и увлекаться короткими поездками. Потому что вот в этой трубке система вентиляции картера может замерзнуть конденсат. И тогда масло может просто через щуп. Двигатели 1.6 BCB и его ранний вариант AZD оснащены индивидуальными катушками. Хотя есть версии двигателей 1.6 с одной катушкой и коммутатором. Катушки очень чувствительны к состоянию свечей. Если какая-либо катушка выходит из строя, то на это указывают соответствующие ошибки. И еще двигатель начинает очень сильно троить. Почему двигатель с индексом MPH? Потому что впрыск здесь распределенный. Форсунки здесь ходят хорошо, но из-за некачественного бензина может понадобиться их промывка. Нас часто спрашивают в комментариях, почему во впускном коллекторе обычного бензинного двигателя есть масляной самодельный двигатель. Это может быть система вентиляции картерных газов либо же EGR. Как мы уже и говорили, на этом моторе нет датчика массового расхода воздуха, а есть датчик абсолютного давления. В приводе ГРМ 16-клапанных моторов, которые выпускались с 1998 по 2005 год, два ремня, два натяжных ролика, два направляющих и помпа. По данным производителя ремни отхаживают 90 тысяч километров. Затем их надо осматривать каждые 30 тысяч километров путем снятия вот этой крышки. Как такового интервала замены ремня нет, его надо менять по мере необходимости. Но, разумеется, владельцы не следуют такой рекомендации и меняют ремень превентивно каждые 90 тысяч километров. Лет 10 назад комплект ГРМ на этот мотор стоил 300 долларов. Сейчас уже, конечно, в два раза ниже. Но есть нюанс. Ролики пластиковые. И в какой-то момент времени владельцам этих моторов попадался брак. И тогда встречались поршни и клапаны. На пластиковых роликах обоймы изнашивались, ролики трескались. И тогда ресурс ремня очень быстро приходил к концу. Еще один нюанс. Натяжной ролик малого ремня изнашивался на конус, ремень прижимался к металлической обойме и изнашивался его край. И, кстати, здесь мы уже видим подозрительный приплющенный край этого ремня. Вот это нормальное состояние ремня без потертости, а вот это ненормальное, с заполированностью. Клапанная крышка в этом моторе является постелью распредвалов. И внимательные зрители нашего канала знают, что такая же крышка стоит на моторе CFNA от Volkswagen Polo. Клапанная крышка здесь уплотняется герметиком. И когда герметик истощается, то масло начинает просачиваться наружу. И также оно может попасть в свечные колодца. И чтобы заново нанести герметик, придется снимать клапанную крышку и ГРМ. Состояние распредвалов у нас огонь. Историческая справка гидрокомпенсаторы на семействе этих моторов появились в 1985 году. Именно с того момента и нужно считать историю семейства моторов EA111. На выпускных клапанах присутствует небольшая нога, но в принципе ничего криминального в этом нет. По состоянию цилиндров для 300 тысяч здесь все очень даже неплохо. Хон присутствует, задиров нет. Однако в третьем цилиндре присутствует небольшая потертость. Блок здесь чугунный, а в двигателе 1.4 того же семейства блок алюминиевый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По состоянию поршней у нас не все так гладко. Маслосъемное кольцо закоксовалось и залегло. По компрессионным кольцам у нас вопросов нет. На юбке одного поршня задиры. Ну а по вкладышам шатунным у нас вопросов нет. Для 300 тысяч состояние коренных вкладышей по красоте. По состоянию коленвала у нас визуально никаких вопросов нет. И отметим, вы часто спрашиваете в комментариях, у этого мотора нет форсунок, которые орошают маслом поршни. Они появились на моторах-приемниках семейства EA211. Разборка закончена и можно сделать вывод, что данные моторы не имеют таких проблем, как их цепные последователи, а именно стука поршней и масложора. Ну а данный мотор пострадал от некоторой халатности в обслуживании. Обязательно подпишитесь на наш канал. Покупайте у нас только хорошие запчасти. Заходите на наш сайт, подписывайтесь на наши соцсети и помните, что с вами была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok «АвтоСтронг-М» 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 «АвтоСтронг-М»